Друзья, сегодня говорим о любимом деле. У нас в гостях разработчик настольных игр Сергей Шиан. Привет, Серёж. Здравствуй, очень рады видеть. Такая хватка мужская, видно, что игровая. Прям видно, что своими руками фактически. Кидать кубики, знаете, тяжело бывает, приходится. Особенно, когда бросаешь кубики и проигрываешь квартиру, потом тяжело приходится жить на вороне. Потом же на заводе надо работать, вот и... Да, либо бросать кубики на отжимания, ну то есть вариантов много, поэтому... Есть такая игра тоже, да? Да. Вот, я бы проиграл. Расскажи, пожалуйста, нам и, собственно, телезрителям, что такое настольные игры, потому что, как по мне, культура настольных игр начала забываться в связи с тем, что появилось очень много компьютерных игр, планшетов, телефонов и прочего. Ну, на самом деле, для многих настольные игры это шашки, шахматы, вот то, да? То есть больше ничего никто не знает. Поэтому я пришёл не с пустыми руками, с кучей коробок, примеров настольных игр. Что такое настолки? Это, во-первых, это весело, это живое реальное общение, когда друзья могут собраться за одним столом, поиграть, поссориться, иногда даже подраться. И разойтись. Ну, потом разойтись весёлыми, ещё долго обсуждать, что же происходило этим вечером. Вот. И, на самом деле, это очень правильное увлечение. Вот. Насколько мне известно, ну, то есть, вот ты принёс как пример игры, но нам известно, что ты разрабатываешь свою собственную игру. Что за игра, расскажи. Это, я знаю, что длительное время эта игра была большим секретом. То есть об этом... Ну, на самом деле много проектов. Ну, открою вам секрет, что на данный момент разрабатывается монополия Николаев. Ну, это пока рабочее название. То есть мы хотим добавить немножко изюминки в эту игру, сделать её узнаваемой специально для жителей Николаева, показать, что таким образом, что настольные игры – это интересно и это близко нам. Это что-то родное и классное. А вот что можно будет увидеть на карте этой игры? Ну, например, если вы давно хотели отжать сити-центр. Так, так, да. То есть в реальной жизни, ну, вряд ли у вас это получится, у нас вы это сможете. Почему? Верите в мама. Как пришло такое увлечение к тебе? Почему ты... Почему надо пристрастия к настольным играм? Ну... А не, допустим, к алкоголю. Почему надо настольным? Как Ксюша. Да. Да, да. Хороший вопрос. Я долго свешивал настольные игры, алкоголь, настольные игры, алкоголь. А пробовал вместе. Игра оказалась тяжелее. Кстати, придумывать удобнее. Удобнее, да. Но не советую. Нет, да, мы... Не советую. На самом деле все просто. Мы купили монополию. С этого все началось. Да, все начинается всегда с монополии. Хотя сейчас пошла мода ругать монополию, что, о, это такая плохая игра. Но все начинается с монополии на самом деле. Купили, сели с семьей. Понравилось. Мы забыли о времени, о еде. Это был Новый год, и мы до 4 часа утра играли в монополию. То есть вот тут очень явно прослеживается выбор в сторону настольных игр от алкоголя. Потому что в новогоднюю ночь скатерть убралась, монополия на стол, и приятно провели время. Попустили. Также у меня есть информация о том, что совсем скоро ты открываешь собственный игровой клуб. Это правда? Да, в Николаеве скоро откроется игровой клуб. Скажу название. Это Big Family Games. Пока где и как не буду рассказывать. Это будет секрет. Вы, я думаю, скоро узнаете в афишах, в новостях. То есть, ну, в течение месяца ждите открытия, можете прийти, я вас приглашу. А на какую аудиторию рассчитан этот клуб? А, ну, смотрите. В настольные игры могут играть дети, студенты, взрослые. То есть, мир настольных игр настолько обширен, что каждый может найти себе увлечение по вкусу. То есть, собственно, настольные игры – это не только детские игрушки, в которые вот изначально… Моя веселая ферма. Не, ну, Ксюш, да. Она, во-первых, мы поняли эту игру. Она не моя еще. Давай так. Вот. Делятся ли по категориям? Существуют ли какие-то настольные игры, в которые предназначены исключительно для взрослой аудитории? Ну, есть такие и пикантные настольные игры, если честно, на 18+, даже такое бывает. То есть, есть настольные игры стратегические, то есть, в которых нужно поломать голову, и детям это не так интересно и не так зайдет. То есть, ну, естественно, есть ранжировка семейной игры, в которой интересно играть и ребенку, и родителям. Есть чисто детские игры. Ну, на самом деле, очень много тематик, поэтому каждый может найти себе игру по вкусу. С какой игры ты можешь посоветовать? Тут люди, которые не играли в век, скажем так, цифровых технологий. Многие люди на сегодняшний день даже не знают о настольных играх. С какой игры ты посоветуешь начать? Ты говорил о том, что это может быть монополия. Но, наверное, не для всех можно начинать с монополии, может, что-то попроще. Веселая ферма. Мы поняли, что тебе нравится. Честное слово, Ксюша. Кстати, да, очень веселая игра, веселая ферма. Но я бы рекомендовал начинать с классики. То есть, есть игры, которые стали классиками остальных игр. Это каркасон, это дженга, которая зайдет в любой компании. Очень веселая игрушка. Это диксит. Кстати, я принес. Классная игра на ассоциации. Играть можно от 6 до 12 человек. То есть, можно собраться в веселой компании, весело провести время. А вот вкратце, в чем смысл игры? Диксит? Да. Я даже покажу. Давайте, давайте, давайте. Есть много карт. Французские художники постарались. Вот. То есть, смысл в том, что игрок получает 6 карт. Миша, держи. Он загадывает одну и придумывает ассоциацию. Остальные игроки должны выложить из своей колоды карту, которая подходит к этой ассоциации. А потом карты замешиваются, и люди должны отгадать изначально первую карту. То есть, на самом деле, это интересно. Можно ближе узнать собеседников, если новая компания. Кто о чем выслит. Кому какие идеи интересны. То есть, человек об этом думает, и он загадывает ассоциации. И так можно сблизиться. Фулл хаус, господа. Вы уверены, что ваш бизнес-проект сработает? Да, с точки зрения бизнеса. Насколько... Сможет он себя реализовать в полной мере? Да, очень правильный вопрос. Я над этим думаю очень долго. Не сплю ночами. В общем... Играю. Для меня бизнес-новинка. Поэтому я только начинаю свои шаги. Поэтому, естественно, я сейчас обучаюсь некоторым аспектам бизнеса. И, знаете, я думаю, что все-таки тема настольных игр близка николаевской молодежи. То есть, я рассчитываю, что им это будет интересно. И я часто задумываюсь, куда пойти вечером в Николаеве. Наверное, и вы тоже. Я хочу дать людям возможность, что не только можно пойти выпить, закусить. Еще одна альтернатива. А можно прийти, поиграть в настольные игры. Можно прийти к компании студента. Можно бабушка приведет своего внука, покажет ему удачное развлечение. Я думаю, что эта тема зайдет, и все потихоньку раскрутится. Слушай, ну в любом случае, мы желаем тебе удачи в этом деле. Вот, честно, мы тебе обещаем на открытие. Мы обязательно придем. Три человека будет точно. Вот, и обязательно сыграем в эту... Обязательно сыграем в твою игру. У меня что-то не получается. Почему у меня все одинаковые карты? Это... Это что-то со зрением. Мы ведем Артема. Я учусь. После того, как он пройдет психологическую... Обязательно в клубе будут аниматоры. То есть вам не нужно будет сидеть, изучать там часами правила игры. Узнать. Потому что если... Человек вам объяснить, покажет, сыграет вместе с вами. Выпределить отлично время. Выпейте чай бесплатно. Здорово. Я думаю, что Сережа отличный пример того, как любимое дело можно превратить и в прибыльное дело. И поэтому мы желаем тебе, конечно же, успехов в твоем начинании. И побольше умных и играющих посетителей. Сережа, большое тебе спасибо, что пришел. Мы тебе желаем, чтобы твое любимое дело, собственно, приносило пользу всем окружающим. И лично твоему состоянию финансовому так же, чтобы оно было выгодно. Спасибо. Друзья, ну а мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова